Привычно для российского менталитета, для российской истории, для текущего российского, как минимум, менталитета, привычно пережидать любую власть. Разгонять, в общем-то, матерей и жён героев СВО тоже не камильфо. За пять копеек это всё будут делать мигра. Это всё такой бытовой расизм. Ведомстве отвечают, что, в частности, иностранцы, подписывая этот документ, примут на себя обязательство не дискредитировать государственную политику Российской Федерации. Я считаю это гениально. Это программа «Охот мысли» с Виктором Шендеровичем на Белсате. Меня зовут Игорь Винявский. И приветствую всех зрителей. Прежде чем начнём, уже традиционно попрошу подписаться на наш YouTube-канал вот так. Нажмите на колокольчик прямо сейчас, если до сих пор этого не сделали. И мы начинаем наш выпуск. Виктор, приветствую вас. Добрый день. Жёны мобилизованных. О них мы уже как-то пару программ назад говорили. Говорили о том, что они требуют своих мужей. Они, в общем-то, не против СВО, но хотели бы, чтобы мужья вернулись на побывку. И вот ситуация, похоже, меняется. Уже появились жёны, которые выступают и против СВО. То есть, да, они требуют, чтобы мужья вернулись домой. Но при этом они хотят завершения всей этой специальной военной операции, как называется, война в России. И даже они выпустили свой манифест и петицию. В частности, вот публично заявили, что мы за полную демобилизацию, политическую стабильность, достойную жизнь для каждого гражданина России, соблюдение Конституции, ну и так далее. Там, в общем, ещё много что о Конституции, соблюдении прав. И мы против узаконенного рабства, игнорирования нашей проблемы, произвола командиров, расчеловечивания. Не существует орков и эльфов. Есть пропаганда и разжигание ненависти. Есть политика, есть простые люди в руках политиков. Вот такие заявления уже публично делают жёны мобилизованных. И всё это накануне, ну можно уже говорить, накануне выборов Путина, которые, скорее всего, состоятся в марте. Ну и мы понимаем прекрасно, что Кремлю вот такая ситуация сейчас абсолютно не нужна. Ну и разгонять, в общем-то, матерей и жён героев СВО тоже не комильфо. Как вы думаете, как ситуация всё-таки будет развиваться? Ну, прежде всего, констатируем, что она развивается. Она, очевидно, развивается в плане вдруг появления действительно гражданских требований у жён, так сказать, мобилизованных. И эта смена риторики очень заметна. Это, конечно, связано с приближающимися выборами. Конечно, те, кто пишет тексты и помогает формулировать эти такие слова, прекрасно отдают себе отчёт и в том, что это переход в политику. Из, так сказать, из глуповского бунта на коленях это переход в, собственно говоря, гражданские требования. И прекрасно понимают, что именно вот эти обстоятельства, о которых вы сказали, это главное, что учитывается теми бесстрашными людьми, которые помогают писать такие тексты. Потому что ясно, что перед... Ну, давайте договоримся, что слово «выбор» мы всякий раз закавычиваем. Тем более, что вы там замечательно оговорились или не оговорились. Сказали «выборы Путина». То есть это, в общем, оксюморок, да? Выборы, но такие выборы, в которых известно... Никто не знает кандидатов, но все знают победителя. Да, 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 да. Кандидатов ещё нет, а победителей известно. Вот. Поэтому, конечно, так сказать, конечно, никто не захочет. На Старой площади чрезвычайно должны быть этим озабочены. Ну, может быть, не чрезвычайно, но это новое обстоятельство. Я полагаю, что их будут покупать. Я полагаю, что с ними будут договариваться. Я полагаю, что изо всех сил будут избегать некрасивых картинок до марта. После марта разговор будет другой, как всегда. Как всегда. Выборы, закавычивать их, не закавычивать. Но если они происходят, то это в любом случае бутылочное горлышко для власти. Это в любом случае зона риска. Потому что формально это происходит. А мы знаем, что некоторые перемены, сущности, исторические перемены, происходят, когда новое вино вливается в старые мехи. Мы вспоминали 19-ю парт-конференцию 1988 года, съезд Верховного Совета. То есть абсолютно советские структуры и абсолютно советские процедуры формальные, которые вдруг в какой-то момент перестали быть формальными. И вдруг на уровне парт-конференции, съезда Верховного Совета, сессии Верховного Совета Советского, вдруг выяснилось, что это реальные механизмы исторических перемен. Выборы, закавыченные сколько угодно, и подлые, и никакие не выборы, переназначения. Но при определенных исторических обстоятельствах это может превратиться в инструмент перемен. Конечно, на Старой площади в Кремле этого не хотят. Конечно, они будут избегать, повторяю, плохих картинок, с избиением, так сказать, с избиением жен мобилизованных и так далее. Нагнетание ситуации они будут избегать. Скорее всего, будут договариваться и покупать. Так, думаю, что на это деньги найдутся довольно быстро. Говорите, до марта будут стараться как-то это все удержать. После марта, уже понятно, после выборов, картина будет другая. И вот какая будет картина другая, как раз буквально пару дней назад был у нас в программе «Вот так разговор» с Игорем Липсицем, одним из основателей ВШЭ, профессором, доктором экономических наук. Я разговаривал в эфире, и он, в принципе, подтвердил теорию, которую говорят сейчас очень многие российские финансисты. Ну, наверное, это, в принципе, и очевидно, даже и не финансистам, что после выборов, скорее всего, для того, чтобы уравнять бюджетную ситуацию, отпустят рубль в свободное плавание. Я сейчас не скажу, какой раз его уже отпустят с 98-го года, но далеко не первый. И все это время, в принципе, мы как-то наблюдаем, что это россияне или это короткая память, или это как бы умение адаптироваться вот к таким достаточно сложным ситуациям, но все время удается российскому обществу как-то пережить эту девальвацию, это очередное там опустошение в кошельках, и дальше считать, что, ну, в принципе-то, власть делает все как положено. Вот чем это можно объяснить? Ну, понимаете, это вынужденная выносливость. Поскольку механизмов перемен нет, мы об этом говорили много раз по разным поводам, то, ну, привычно для российского менталитета, для российской истории, для текущего российского, как минимум, менталитета, привычно пережидать любую власть. Да? С Батыем и Феликсом Адамоновичем Дзержинским, да, и Константином Васильевичем Черненко не очень-то пообсуждаешь, и с Андроповым, не очень-то пообсуждаешь претензии, да? Просто сожгут, расстреляют, да, изнасилуют. Или посадят в тюрьму, как минимум. Поэтому выносливость вынужденная, поэтому большая часть россиян вынуждена адаптироваться и договариваться со своим сознанием, что, ну, куда деваться, значит, надо выживать в той ситуации, которая есть. Привычка россиян к затягиванию поясов, она находится в прямой связи в связи с отсутствием механизмов перемен. Поскольку перемен нет, то надо уметь затягивать пояса и договариваться с собой о том, что это нормально. Ну, что поделать? Родина в опасности или еще какой-нибудь довод, чтобы договориться со своим сознанием. Стокгольмский синдром побеждает, массы договариваются со своим сознанием, за неимением возможности что-то поменять. Пойди уговори француза примириться с трехзначной инфляцией какой-нибудь, да? С тем, что за несколько лет там национальная валюта рухнула, там экономика рухнула. Французу привычнее поменять власть, привычнее выйти на улицы, привычнее, да, свою администрацию поменять или откорректировать. Нам привычнее, значит, затянуть пояса и договориться с собой, что такова воля божья. Но, тем не менее, знаете, как старый анекдот, как, так сказать, цыган учил лошадь не есть, я часто его раз упоминаю, да? Уже почти научил, две недели не ел, она потом сдохла. В какой момент привычка затягивать пояса не срабатывает, в какой момент угрюмое раздражение, кухонное раздражение, так сказать, да, разговоры на заваленке переходят в Пугачевский бунт или какие-то там, да, социальные, так сказать, турбуленции, понять невозможно заранее. Но однажды это, конечно, может произойти. Выборы – это как раз такое время, когда власть должна пройти, этот верблюд должен пройти, так сказать, чрезугольное ушко, да, и процедура, поскольку процедура не отменена, то они ее побаиваются. Мы помним, да, ну, мы помним, собственно говоря, как в прошлых, с позволения сказать, выборах, еще за пару лет до этого дебатировалось, пускать ли Навального. Была идея там участия старой, так сказать, администрации, пустить Навального и его опозорить, то есть пустить, чтобы он получил свои там 3% и показать полную легитимность и ничтожность Навального. Но не решились, и в итоге Навального не пустили на выборы, пустили вместо него Собчак, с помощью которой дискредитировали, так сказать, весь этот либерализм. Сегодня уже близко нет никого, я уверен абсолютно, что Думцова, о которой мы говорили в прошлый раз, конечно, не пустят никакой список. Власть не допустит никого реального, власть не допустит ни эффекта Тихановской. Путин урок Лукашенко, я думаю, выучил. Поэтому, да, но они побаиваются. Поэтому сейчас будут покупать, они будут покупать и те люди, которые могли бы составить, ну, собственно говоря, миллионы, которые могли бы в нормальном обществе, европейском условном обществе, стать электоратом какой-то другой партии, каких-то изменений, движущей силой каких-то изменений, за неимением этих механизмов они вряд ли и не станут. Легитимного я ничего не предвижу. Ну, посмотрим, да, будем надеяться на то, что какие-то сдвижки все-таки могут произойти. Вы говорите, не знаете, где прорвет. Действительно, очень часто бывает, что вроде бы все предусмотрели, а рвануло вот там, где, в общем-то, и не ожидали. Очень часто иногда делают какую-то ставку на молодежь. Ну, вот молодежь, она растет такая, она растет свободная. Она против, например, ограничений в интернете. Если уж там поколению, тем, кому за 40, за 50 ничего не удалось, то вот тем, кому сейчас там едва к 20, вот они наша надежда и опора. Я сейчас за уши притяну, но мне кажется, это просто очень забавно. То есть один из моих любимых российских чиновников Вячеслав Володин, почему любимый? Ну, потому что он очень сыплет просто такими крылатыми выражениями и цитатами. В Госдуме сейчас намерены ужесточить требования о запрете телефонов в школах. В принципе-то это такая норма, которая во многих странах присутствует, из-за нее выступают за, и родители в том числе. То есть они хотят ограничивать возможность детей использовать телефоны в школах, потому что это очень часто мешает действительно научно-учебному процессу. Но вот Володин объясняет это, кроме того, еще и так. Мне понравилась его цитата. «Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». Почему я вспомнил-то про детей? Ну, может ли, например, это, во-первых, действительно так, чтобы молодежь забунтуется, если их лишат телефонов, потому что у них сейчас действительно вся жизнь в телефонах? Ну и вот эта фраза Володина, это как раз тот случай, когда с ним стоит согласиться? Нет, авторитет не повышается от насильственных, от запретов. Авторитет возникает не в результате запретов. Это монополия, которую, да, учитель должен составить конкуренцию к мобильному телефону и содержимому мобильного телефона. Это вызов для хорошего учителя. Ты должен быть интереснее, чем то, что есть в телефоне у твоего ученика. Это нужно объяснить, об этом нужно договориться. Я не думаю, что за при этом... Господи, боже мой, мы все читали что-то под партами и черти чем занимались, да, так сказать, на уроках. А или переставали заниматься черти чем и слушали учителя, если нам везло с учителем. Вот. Поэтому я не думаю, что тут это имеет отношение к авторитету. Нет. Что касается взбунтуется, понимаете, в самом корне бунт. Есть, ну, там есть некоторая странность. Повторяю, механизмов для выхода общественного протеста, молодежного протеста. Нет. Молодежь выходила в большом количестве, да, в защиту Навального. Это был молодежный протест, мы помним, 7-8 лет назад, как мы поражались тому, да и больше 10 лет назад. Мы поражались тому, что вышло... Что вышли 18-летние, которые... Не узнал я... Был анекдотический случай там, когда мне идущая рядом девочка, подросток, сказала, хорошо, что вы там, старики, вышли вместе с нами, да. То есть, когда я выходил на митинг, я еще просто... Да, я еще в живых не был. Она не родилась. Это был их протест. Но их переломали. Переломали руки-ноги. Кого-то посадили, большинство маргинализировали. Там кто-то уехал. От мобилизации уехал и так далее. Сегодня энергии этой, энергии протеста, даже той, которая была 10 лет назад, там, может быть, 8 лет назад, ее сегодня, конечно, нет. Отобранные телефоны, конечно, не повод для... ни капельки, ни надежды на такого рода какие-то социальные изменения. Нет. Протест, но вы правы в том, что мы не знаем, в каком месте, как будет выглядеть та банановая кожура, на которой может поскользнуться власть. Заранее это предсказать невозможно. Знаете, о чем просто подумалось? Это просто уже вот... Это правда смешно, мне кажется. Если забрать у учеников мобильные телефоны, и вдруг ученики услышат, что говорят учителя, и ужаснутся тому, что они говорят. Но я не говорю, что они услышат, что им говорят на уроках физики и математики, но на уроках о главном, например. И вот это вот будет какой-то перелом сознания у учеников по принципу «Боже, что они несут». Пока дети сидят в телефонах, они, может быть, и не слышат всего этого. Да, нет, это новопытный вариант развития событий. Но для того, чтобы они ужаснулись, надо, чтобы им дома говорили что-то другое. Надо, чтобы был конфликт. Электрический ток, да, разница потенциалов даже. Если мне дома говорят одно, а в школе другое, то я в какой-то момент начну на это реагировать, пытаться понять, где правда, где неправда. И скорее поверю папе с мамой, чем учителю. Наше поколение как раз, мое поколение через это проходило. Мы научились фильтровать. Мы были вынуждены научиться фильтровать, да, потому что страна строила, вот учителя строили коммунизм, да, и наше начальство строило коммунизм, а мы пели о Куджаво, Высоцкого, слушали «Джезус Крайс, Суперстар», «Бетлов», и как-то и дома были книжки какие-то другие. Так что для протеста надо, чтобы это закоснело совсем, как закоснело к концу 70-х годов, там, прошлого столетия в наших молодых мозгах, да, чтобы мы понимали, что это мертвое. Сегодня Россия немножко в другой фазе, в острой фазе, повторяю, так сказать, в гитлеровской фазе, в сталинской фазе, в фазе возбуждения и заблуждения, глубокого сильного заблуждения. Потому что 25-летняя путинская пропаганда и уже многолетняя военная пропаганда, антизападная пропаганда, она, безусловно, дает результат. И мы видим очень разную молодежь, но мы видим молодежь совершенно растленную, да, растленную этой путинской идеологией. Поэтому, ну, в этом классе, там, допустим, 20 человек, и кто-то из этих 20, да, с кем-то из этих 20 проведет антидот, дадут родители и как-то приведут мозги в порядок, дадут возможность сопротивляться. А какая-то часть просто вольется в незащищенные мозги этот яд. Но, повторяю, это все не имеет никакого отношения к авторитету и к теме мобильных телефонов. Авторитет завоевывается в конкурентной борьбе, а не, так сказать, в монополии. В монополии это послушание. В монополии добывается послушание. Слушай меня или не получишь оценки, или выйдешь вон из класса и не поступишь, да, и пойдешь в армию вместо института. Это не авторитет, это страх. Это тоже хороший, так сказать, хороший способ управлять, но к авторитету не имеет никакого отношения. Вот на этой неделе МВД России еще так скреативило, и как раз-таки это такой страшный креатив, в прямом и, наверное, в переносном смысле этого слова, потому что два раза отличилось, на мой взгляд, ведомство силовое. Сначала МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машины, заключать браки, открывать банковские счета и переводить деньги. Я сейчас объясню, что такое нелегальные мигранты. То есть это мигранты, которые выявляются на территории России, у которых истек срок легального пребывания. То есть визы или вид на жительство, вот он уже истек, а человек не уехал. И его не депортируют, а его оставляют, но его начинают ограничивать в каких-то правах или лишают полностью каких-то определенной части прав. И, собственно, скорее всего, это вызвано тем, что критическая ситуация во многих отраслях сейчас. То есть мигранты очень многие начали выезжать в какое-то время, потому что их стали отлавливать, вербовать, подписывать с ними контракты. Особенно тем, кому раздали гражданство российское, их просто уже принудительно отправили на фронт. И произошел отток. Ну, плюс еще, как мы помним, опять же, девальвация рубля на это сильно повлияла. Многим мигрантам из Центральной Азии просто стало невыгодно работать в России. Они уехали, обнажились абсолютно такие дыры, как такси, доставки, клининг, общепит, стройки и так далее. И вот, видимо, чтобы хоть как-то удержать мигрантов, не депортировать их, но удержать, ввели вот такие-то ограничения, которые, в принципе, ну, абсолютно реально, как мне так напоминают вот эти ограничения, которые вводила нацистская Германия относительно еврейского населения. Нет, тут до такого пока не доходит. Никаких все-таки концлагерей и лагерей смерти не предъявится. Там тоже начиналось-то с того, что в трамвае нужно вот здесь вот сидеть, а тут уже нельзя машину водить, нельзя жениться уже. Да, но мотивации были слишком разные. Мотивации были слишком разные. А вот то, что российская власть вынуждена лукавить сама с собой, то, что нелегального мигранта не депортируют, а просто ставят в еще более зависимое положение, в рабское положение. Но работать-то некому, работать-то некому, да, дыры обнаруживаются. И власть крутится как может. И в этом смысле вот лукавство этой меры, мне кажется, что лукавство этой меры гораздо выразительнее, чем ее жесткость. Да, потому что, ну, жесткость среднего уровня, а лукавство наполнено всю голову. Потому что есть логика, если ты легален в стране, если ты нелегален, тебя депортируют. Это логика, нормальная логика, логика нормального государства. Логика лукавого государства, где законы есть только на бумаге, а всем рулят понятие, то по понятиям так выгоднее поставить человека в еще более зависимое рабское положение для того, чтобы он вел себя тише, да, не дергался, был зависимый от тебя, чтобы можно было манипулировать, чтобы на нем можно было больше зарабатывать, да, чтобы его можно было использовать как рабскую силу, потому что у него нету прав. Лукавство, подлость этой меры гораздо очевиднее, чем ее жестокость. Ну, ничего нового, ничего нового мы о нашей власти не узнали, признаюсь. Кстати, как вы думаете, почему действительно сейчас очень много вакансий вот в этих сферах, которые я говорил, об этом пишет Headhunter, это серьезно становится кадровой проблемой в России, но тем не менее, видимо, россияне не торопятся занимать эти места. Почему? Потому что привыкли к тому, что это делают мигранты, привыкли к тому, что это делается задешево, привыкли к тому, что не надо работать на этих, что эти нижние этажи социальные занимают мигранты. Это ведь тоже пошлость и гнусность этой ситуации превышает уровень жестокости. Это, вот знаете, я, ну, там езжу по разным штатам Америки, должен вам сказать, что свои, так сказать, ну, наверное, где-то и мексиканцы, где-то и тоже приезжие, в том числе и нелегальные мигранты работают в большом количестве. Но, в общем, в большинстве штатов работают жители этих штатов, вы знаете, на стройках, на уборке, чистят улицы. Это все, вот как уж в другой штат переедешь, то вот примерно этническая, да, и, значит, состав штата соответствует этническому составу работающих на улицах, на стройках, да, вот в этих вот зонах сервиса, доставки и так далее. В России очень красиво, традиционно почти что сложилось, красиво в кавычках, что за пять копеек это все будут делать мигранты. Это все такой бытовой расизм. Такой вполне неосмысленный. Как бы в этом смысле среднестатистический россиянин по умолчанию считает, что вот мести улицы, ремонтировать, строить, да, вот за копейки, за копейки корячиться с этой доставкой, должны эти, вот эти, да, мигранты, легальные, нелегальные. Это стало нормой. По крайней мере, там, два года назад, когда я уезжал из Москвы, это было абсолютной нормой. Я не думаю, что она была даже отрефиксирована, как следует, да, в мозгах. Это просто так вот, так сложилось. То есть, и как, мыслить за те копейки, за которые какой-нибудь узбекский или таджикский мигрант развозит по московским слякотным улицам пищу за пять копеек, да, идти на эту работу самому в голову не приходит. Значит, будут проседать сервисы. Но это, скорее всего, надо спросить, конечно, у тех, кто сегодня, что называется, в поле, кто видит, как это все происходит, как происходит этот процесс. Но я думаю, что особого энтузиазма в том, чтобы пойти работать за копейки, российское население не испытывает. Второе креативное предложение от МВД России, это, такого, по-моему, даже в Советском Союзе не было, обязать всех иностранных граждан, въезжающих в страну, подписывать специальное соглашение о лояльности. Ведомстве отвечают, что, в частности, иностранцы, подписывая этот документ, примут на себя обязательство не дискредитировать государственную политику Российской Федерации. Я считаю, это гениально. Господи, Боже мой, если бы эти люди еще понимали хоть капельку, хоть как-нибудь немножечко значение слова, значение слов. Дискредитировать политику Российской Федерации может только Российская Федерация. Иностранец или российский гражданин может только указать на это. Он может только говорить об этом или молчать в тряпочке. А дискредитировать может себя только государство само. В частности, вот такими предложениями. Вот это предложение и есть дискредитация. Дискредитация вооруженных сил России это не Карамурза и не Яшин. Дискредитация вооруженных сил России это Буча и Мариупы. Дискредитация администрации Путина, дискредитация выборов это фальсификация выборов. А не те, кто об этом говорят. Но поскольку те, кто делают, составляют эти законы, плохо понимают значение слов, то они вот сами, можно сказать, заголяются. Потому что, ну как может иностранец дискредитировать Российскую Федерацию? Никак. А вот желание заткнуть рот, ведь, собственно говоря, о чем это, если перевести на русский язык? Если ты хочешь жить в России, если ты хочешь работать в России, ты должен подписать бумагу о том, что ты заткнулся. То ты не будешь, ничего не скажешь о недостатках. Ты не будешь протестовать. Это договор, это бумага о том, чтобы ты заткнулся. Ну это, наверное, как в Северной Корее. Я не знаю, какие еще государства, кроме Северной Кореи, практикуют вот такое, но, по-моему, в Северной Корее что-то подобное есть. Если иностранец не подписывает, то, по крайней мере, озирается и следит за каждым своим словом и каждым своим действием. Ну, значит, в Северной Корее у него на один следит. Там 10 северных корейцев будут следить за каждым его словом, потому что иностранцев мало. Да? Есть ли такой формальный документ в Северной Корее? Я не знаю. Но в свободном мире это совершенно немыслимо. Не знаю, в какой Корее, в Иране, в Туркменистане, где такое есть юридически. Может быть, не исключено, что мы первопроходцы. Но, наверное, в Северной Корее такое есть. По делам их узнаете, как раз по этому инструментарию мы опознаем, как по отпечатку пальца, точнее говоря, по родимому пятну мы узнаем брата, как в индийском кино. Вот нам брат Северной Кореи, Туркмения, Иран, те страны, где пытаются взять под контроль как минимум реакцию, где запрещен протест. Пойди запрети кому-нибудь в Америке критиковать американского президента, американскую политику. Все, что угодно. На здоровье, свобода слова. Буквально. Иногда такая свобода слова в контексте последних событий, которая кажется излишней. Но, тем не менее, абсолютная свобода слова. Критиковать можно все, что угодно. Это выдает ведь, ну, я ничего нового не скажу, но это ведь свидетельство слабости. Это свидетельство слабости государства. Ему нечего ответить по существу. Карабурзе, Яшину, критикам. Нечего ответить по существу. Поэтому, поскольку мы не можем ответить ничего по существу, надо просто заткнуть рты. Вот они это и делают. Иностранцы, самый малый, так сказать, самый малый, самый малый ущерб, который ожидается, это от иностранцев. От своих ущерб, от говорения, конечно, для государства гораздо больше. Они затыкают рты. Тоже ничего нового. Просто обращу внимание, что начинали они затыкание рта телевидению, то есть СМИ, НТВ, федеральному телевидению с объемом вещания на десятки миллионов человек, окончаются тем, что затыкают рты просто частным людям, отдельным людям. Это вот старший брат прошел за 20 лет вот такой выдающийся путь. Пока что это только предложение МВД, не факт, что оно будет воплощено в жизнь, но если будет, я думаю, мы еще раз к этому вернемся. и может быть еще раз это обсудим. На этом у нас, наверное, сегодня и все. Спасибо большое за участие. Это был ход мысли с Виктором Шандеровичем. Увидимся через неделю. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok